Сегодняшний урок, он важен тем, что, досмотрев его до конца, вы поймете, что, во-первых, в горы нужно было выбежать вчера, да, вместо того, чтобы кидать в меня камни. Во-вторых, вы поймете то, что все, о чем я говорю в уроках, обличить ведьму, Иуда, время великой скорби, пагубная ересь, дом милосердия, прича слепом, начертание зверя, крестное знамение. Вы поймете то, что все, о чем я говорю в этих уроках, это не такая уж и бредятина. Задумайтесь над тем, кто живет вокруг вас, да, то есть это матроны веры, веры в мертвецов, это гадатели-шаманы, либо неверующие вообще, либо атеисты, либо верю в душе, то есть что означает не верю. Опять же, я это делаю не с целью вас запугать, да, сказать вам, в каком мире мы живем, а с целью подготовить вас. Он показывает нас, обрисовывает нас, живущих, тех, кто встречает Господа Бога живьем, да, вот мы в этом море в данный момент со всеми нашими передрягами, с той ночью, которая наступает через год, когда Дух Святой покидает землю. И в тот момент, когда мы уже начнем тонуть, потому что вы не представляете, что творится вокруг вас, речь ровно в этом. Вы представления не имеете, сколько ведьм, гадателей вокруг вас, в вашей церкви вы не представляете, друзья мои. Именно поэтому я вам говорю о том, что я не рассказываю вам это все с целью запугать, да, а я вам рассказываю это все с целью подготовить. Но когда я говорю о иконах, гадалках, ведьмах, чернокнижниках и так далее, всех этих заблудившихся людях, несчастных, в этом моя задача. То есть в своих видео я их обличаю, за счет чего они потеряли власть с фильмами Моисей и Лазарь. Власти они не имеют. Египет это то, о чем я говорил в уроках Моисей. Вы должны посмотреть урок Моисей, чтобы понять, о чем я говорю. Да, Египет олицетворяет собой вот эту всю черноту, маги, ведьмы, вуду, шаманы, собственно, то, о чем и два последних урока, да. Начертание зверя и крестное знамение. То есть об этом речь. Вот это и есть Египет. Темная страна ритуалов, магов и так далее. Да, и те, кто находится в этом колодце Самарянки, то, о чем я говорил в самом начале. То есть теперь это ваша задача. Вы туда прыгнули, ваша задача оттуда выпрыгивать. То есть вас уже там никто не держит. Вопрос в том, когда до вас это дойдет, и вы, наконец, начнете оттуда выкарабкиваться. А колодец, как вы помните, глубокий. И дело ваших рук оттуда вылезти. То есть Иоанн ровно это и описывает. То есть момент второго пришествия. Понимаете, это как раз тот момент, когда вы сражаетесь, да, за свое крещение Духом Святым. И в тот момент, когда вся эта чернота, о которой вы представления не имеете, сколько вокруг вас, включая, я говорю, опять же, про церковь, про вашу обычную жизнь. Настанет время, да уже настало, когда будете не на той горе, не в Иерусалиме поклоняться отцу. Сын Бога Единого Иисус Христос сказал Самарянке. А в духе именно таких покойников отец и ищет себе точка. Вот и все. То есть здесь речь как раз идет о том, что мерзость запустения настолько велика в данный момент, вы себе не представляете, да. Вы не хотите этого видеть. Это милость Господня, и вы этого не видите, да. Кто вокруг вас, включая ваших друзей, ваших родственников, поверьте мне. Именно поэтому вот столько и будет спасено. Понимаете, когда вы знаете о том, что происходит в нашем мире, да, вы, ваш дух укрепляется. То есть к моменту, к 2026 году, вы должны быть духовно готовы к тому, что вы увидите. Все увидите. Весь земной шар увидите. Всю осознанную жизнь я практикую магию. За это время я обрел способность видеть мертвых внутри живых людей. Цель видео – не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ефесянам 5.11. А теперь вы должны понять, для чего у нас идет жесткий пиар Матрон и гадалок. В 8 лет я уже был на стороне дьявола. Меня готовили стать поклонником дьявола высокого ранга. И в 35 лет я уже был генералом царства тьмы. Я мог контролировать регионы в духовном измерении. Я путешествовал астрально, я знал, как закрывать районы и церкви, которые не были в духе. Я знал, как перетягивать тепленьких христиан на стороны тьмы. Мне кажется, что у дьявола есть стратегия. Конечно, Библия говорит, что царство тьмы не разделилось. Но у них есть ранги. Церковь мало учит духовной войне. Нас учат, как быть святыми, но не учат духовной войне. Когда ты на стороне дьявола, тебя учат духовной войне, но не учат быть святым. Я же обучен тому и другому. Я рад, что ты на моей стороне. Привет, друзья, привет, братья и сестры. Шалом и аслам алейкум. Урок Лазарь вышел еще в мае 2022 года, год назад. Сегодня апрель 2023 года. Но так как прошел целый год, я много чего узнал. Отец небесный открыл мне много чего. Так же, как и вам. Потому что еще раз напоминаю, что в горы я бегу вместе с вами. Год назад началось мое обучение этой замечательной, удивительной, невероятной книге жизни. Год назад началось мое обучение. А сейчас начинается мое свидетельство. Год спустя, с 2023 года, в тот момент, когда случилось землетрясение, то есть что было знамение для вас. И вот теперь начинается мое свидетельство. Это то, о чем говорит книга Откровения, 11 глава. Что такое два пророка, мы выяснили, что это Библия и Коран. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то посмотрите урок Содом и Египет. И с уроком Меч-Уст мы выяснили, что один ангел, что самое главное, громким голосом возвещает людям о последних трех трубах. Это как раз то, что происходит. Один ангел, то есть с греческого это Орел. Мы выяснили, что мы на пороге пятой трубы. А это означает ровно то, что через три с половиной года, это то, о чем говорит книга Даниил. Девятая глава, двадцать седьмой текст, что через три с половиной года заканчивается временное покаяние, и предопределенная гибель постигнет всех, кто не успел иметь контакт с Господом Богом. Так вот, мое непосредственное занятие на этой планете, как посланника Божьего, это предупредить вас, возвестить о том, возвестить вам то, что будет происходить на планете с 2026 года по 2029 год. Пока Иисус не придет и не прекратит все это беззаконие. Что этот ангел один, об этом говорит восьмая глава, тринадцатый стих книги Откровения. И четырнадцатая глава, шестой и седьмой стих, которые говорят о одном ангеле, который говорит живущим на земле, что час суда наступил. И восьмая глава, тринадцатый стих, оповещает людей о том, что все, время пришло. С 2023 года началось время великой скорби и в 2026 году, еще раз, это то, о чем говорит книга Даниила, девятая глава, двадцатый стих, через три с половиной года, это будет 2026 год, у нас прилетает саранча, упадет на землю звезда, то есть я полагаю, что все-таки это будет комета, да, или вулкан. А может быть и то, и то, потому что у нас будет сбой климатический, как вы понимаете, да, солнце померкнет. И надвигается саранча, да, а как надвигается саранча? Как вы можете видеть, она надвигается скопом, стаей и очень быстро, да, это как раз то, о чем говорит Коран священный, да, что племена Яджуч и Маджуч, Гок и Магок, физические лица, они появятся моментально, в один момент, у всех и сразу. Почему я делаю вот это вступление сейчас, да, во-первых, потому что, опять, выложив урок Десятина, где я подробно разжевываю, приводя стихи из Библии. Да, это я сейчас обращаюсь ко всем тем, кого олицетворяет вот этот комментатор, да, который считает, что я тут пытаюсь бабло сколотить в лесу, понимаете, толкуя вам Библию и Священный Коран. И так как комментаторы научились удалять свои комментарии, да, поэтому я вот фотографирую и выставляю вам наш диалог небольшой о том, что он не смотрит уроки, он мне сообщил еще год назад. Но, так или иначе, если вопросы поступают, я должен это говорить, так как один человек – это олицетворение определенной категории людей, подробно я об этом объясняю и говорю в уроке пробуждения. Посмотрите его, пожалуйста, вы поймете, о чем я говорю. Так вот, когда Бог, да, говорит о том, что вы прокляты, если вы не отдаете десятину в ту церковь, в какую вы ходите, если вы слушаете меня, вы в моей церкви. Да, Бог это сказал, это не я вам говорю. А Евангелие говорит о пожертвованиях, о добровольных пожертвованиях. Это то, о чем я тоже говорю в уроке десятина и ваша жертва, да, то есть благодаря вашим пожертвованиям вы, так как не знающие Библию, да, это я сейчас обращаюсь как раз таки вот к комментаторам, к тем, кто верит в душе, ко всем тем, кто считает, что они с Богом и знают Бога. Я вам поясняю, да, когда вы жертвуете на что-либо, неважно на что, да, делаете добро, вы себе, не зная Библию, да, то есть вы себе зарабатываете место в царстве вечном. Посмотрите урок, ваша жертва, десятина, да, то есть речь в этом. И я вам поясняю еще раз, да, что закон говорит то, что вы прокляты, если вы этого не делаете, потому что нельзя соблюдать 9 из 10 заповедей, да, скажем, и быть 100% праведным. Нет, вы будете дочищаться там за эту одну, да, то есть я, опять же, я говорил это много раз и постоянно повторяю, что либо вы согласны со всем, либо вы не согласны ни с чем. Ну, как бы, здесь уже не только вопрос обо мне, да, неважно, верите вы в то, кто я или нет, я вам просто говорю, да, я вам толкую Библию. Да, и только потому, что эта категория людей считает, что я тут хочу срубить бабла, да, и я продался, он пишет, я продался сатане. Именно поэтому я и поясняю подобным знатокам, что Библия говорит, Бог говорит о том, что вы должны это делать. Да, а жертвовать или нет, отдавать десятину или нет, быть с Богом или нет, молиться или не молиться, слушать меня или не слушать меня, верить мне или не верить мне, это ваше личное дело, мы на планете свободного выбора, друзья. После чего он мне задает следующий вопрос, для чего я перезаливаю уроки? А вот теперь мы переходим непосредственно к данному уроку Лазарь, да, по какой причине? Еще раз напоминаю, да, одна из причин, по которой я перезаливаю видео, это то, что, ну, первая причина, потому что у меня новый канал. Вторая причина, потому что я в горы бегу вместе с вами, да, год назад я открыл Библию, да, и каждое утро, получая комментарии под своими видео, либо эсэмэски от друзей, да, отец открывал мне ту или иную главу, да, и я толковал, впервые в жизни читая Библию, да, я вам говорил, что это означает, то есть в режиме онлайн, да, то есть никаких заготовленных текстов у меня никогда не было, их нет. Вот то же самое происходит сегодня, да, то есть год назад, когда началось мое обучение Библии, да, вот этого священного писания, я сразу сказал, да, с уроком притча слепом, я вам сразу сказал, для чего я здесь, да, что я пришел бороться с магами, ведьмами, колдунами. Это вот как раз гадалки, я обращаюсь сейчас к вам и закрываю ваши глаза. Вот так, читая Библию, да, священное писание, Слово Божье, мы начинаем закрывать глаза всем этим фан-клубам Копперфильдов, чтобы наше Царство Божие никакая чернота, никакие неверные не сквернили. Вот для чего я здесь. Урок о слепом вышел в марте, да, то есть в мае Отец Небесный сказал мне, что я пришел вам сообщить о времени Великой Скорби. Летом, когда он мне стал открывать Коран, он мне объяснил, вот такие гок-магок, яджуч и маджуч, да, в Коране. То есть он подтвердил, да, что я пришел именно за этим, потому что в исламе пророк Аиса приходит как физическое лицо. Вот, да, и вот эти все тексты в Библии, они говорят о посланнике. Это то, о чем мы с вами говорили в уроке Мечуст, да, подробно я там это разжевывал. Вот, так вторая причина, по которой я перезаливаю уроки, вначале получая информацию или читая, я вам ее сразу выкладывал и говорил много всего, да. А теперь я добавляя те стихи из Библии, которые подтверждают мои слова, да, о которых я узнал позже, я их вставляю в эти видео, да, которые я переделываю. То есть я добавляю, я не убираю, я добавляю, да, и что я добавляю, а не убираю, вы можете проверить на платформе Рутюб, где я вел свой канал Библии Перезагрузка XXI с начала 2022 года. То есть он шел, я его вел параллельно с платформой Ютюб. То есть вы можете пройти на платформу Рутюб и увидеть такой же урок, только без добавлений, о которых я узнал позже, да, то есть тем самым вы можете проверить, да, что я ничего не убираю, а я только добавляю. То есть я вас готовлю ко времени великой скорби, да, в тот момент, когда вы считаете, что я тут замки себе строю и забираю капитал. Но опять же, в 2026 году вы быстренько все поймете. Существует ли духовный мир? Существует ли Бог, Сатана, Ангелы и Демоны? Возможно, кто-то сочтет это за миф, но история этой семьи не оставит равнодушным никого. Мы были обычной семьей, которая, наверное, жила, и как обычно, работа, дом, и даже не подозревали, что есть на свете такие вещи, как духовный мир. Вообще вот эта история с Ильясом началась. Что именно стало причиной того, что вы сами на своем опыте пережили духовный мир? Была такая ситуация, что они пошли в компьютерный клуб, и там, когда в этом компьютерном клубе зашли на какой-то сайт, сайт гадания, который вот сейчас очень много в интернете всяких же сайтов там, и целительства, и так далее. Интернет – это топор. Можешь построить дом, но можешь человека убить. Выбирай. Свобода выбора. Так что смотрите правильные фильмы. Даже если они совсем ми-ми-ми. Смотрите их лучше, если хотите. Пожить. Вечно. Так же с музыкой. Музыка разная. Да, вот если вы смотрите какие-то библейские каналы, вы изучаете Библию, вы едите от древа жизни. А если вы смотрите про каких-то инопланетян, захвативших нашу Землю, вы едите от древа смерти. В этом суть сегодняшнего урока, и это очень важно послушать. Вот они зашли на этот сайт гадания, им было интересно, ну, как молодые. Илья с друзьями, да? Он и два друга, это они Манас и Санжар два. То есть это их группа, с которой они выступали. Понятно. И они пришли в этот компьютерный клуб и начали на компьютере как бы вот задавать вопрос, и приходит с компьютера, приходит ответ как бы, да, вот, и задают вопрос, ответ приходит. И вот такой диалог у них начался. И через компьютер, в общем, так получилось, что они пишут, например, там, и вопрос задают, и им ответ приходит. И вот там тот, кто с компьютера как бы ответ приходит, говорит, что я знаю, что у вас даже в карманах лежит, там, начинает перечислять. Они не вводили вот в этот сайт свои личные какие-то детали? То есть программа сама по себе начала спрашивать и отвечать на их личные, хотя не было никаких преднамеренных там вот информации, да? То есть не было такого, он стал сам печатать. То есть кто-то за той стороной экрана начал разговаривать. Да, но это получается как бы, ну, как мы сейчас уже понимаем и знаем, что это злые силы, которые, оказывается, действительно существуют. Посмотрите на это. Проходя по Нью-Йорку, я снимаю, и меня привлекает внимание вот этот автобус вот с этой вот офиши, где сидят какие-то испуганные непонятные люди. Что здесь написано? Здесь написано, один из нас красным лжец. Понимаете? Ни один из двух, ни один из десяти, ни один из ста, а один из нас. Именно поэтому, когда я говорю, что весь Нью-Йорк, это то, что я имею в виду, весь Нью-Йорк был против меня. Это просто была другая реальность, где был только я против всех. Нас никто не понимает. Мы для всех дураки, понимаешь? Да у него крыша поехала. Да он наркоман вообще. Понимаете? Вот так. Вот в чем сложность игры, сложность задачи. Я отсылаю эту фотографию маме. Говорю, что это значит, какой перевод. И тут же я от мамы получаю вот эту смс. Этого мсмска я ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Три смски. Таких я получил от мамы. На что мама... Аудиозапись ее следующая. Она пишет. Она мне спрашивает. Дим, что это такое, ты мне выслал? А там моя аудиозапись ниже. Я ей говорю. Мам, вообще-то это смс от тебя. понимаешь да кто это выслал он даже в телефоне друзья он везде он ресторатор он имеет такую способность как он прикладывать пальцы виску и все он попадает это удивительно потому что когда вы вникните в эту тему вы поймете насколько велик бог который вот небеса проповедуют славу божью вот это на самом деле так я вник в эту тему не могу с вами поделиться этой темы и всех призываю эту тему изучить и вот через пару дней будет как раз соединение юпитера и венеры вот это событие которое оно не будет такое близкое конечно как тогда тогда было уникальное соединение еще раз говорю во втором году 17 июня планеты просто соприкоснулись видимо соприкоснулись и вот это было рождение христа будет хорошая погода понаблюдайте даст бог это увидим эту снова вифлеемскую звезду и планета юпитер она участвовала в противостоянии двадцатом году 21 декабря двадцатого года два три три года два года назад было это событие это как раз противостояние сатаны и христа которое началось на земле и как раз в это время вы знаете началась локализация и началось разделение на тех кто за и кто против это и было вот это символизировано соединение юпитера и сатурна то есть как бы и сближение в схватке да то есть сближение в схватке назовем это так храма ножка болит не надо земное же тело понимаете ждет не может болит что капец я был с ним много раз конечно не знал что я кто как у меня уже обрабатывал пытался выяснить что я буду делать какой я вообще как у меня какими образами можно человеческими поймать потому что он как коперфильм еще раз сделать ничего не может я так понимаю что вместе нужно будет мочиться сейчас тут на земле по-человечески руками ногами вот еще появится мне нужно быть готовым что-то у него засадить чтобы мочкануть но не убить потому что он сел ты выйдет а потом меня можно сажать как тонко все понимаете поэтому вспоминаем они слова лучшая защита так вот переходим к интересному дальше к еще более интересного на он сейчас лично до моей персоны уходит за мной крысы это ходит за мной смотрит на меня изучает куда я иду чё я делаю когда лечу с кем говорю я столько интересно ну заснять ты не могу так глаза понимаешь чё проблем наживать то не надо проверять отцовскую защиту не надо 5 меток из-то из птичка и сегодня у меня удалось засняет он актер хреновый сел прошел впереди меня а я уже на примеру я знаю что он защищает понятно то есть был такой период когда он приложил руку всю дорогу держал практически на висках в машине не было ни музыки ничего я вам говорю энди 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 и только с третьего раза когда я уж крикнул он такой повернулся мне а чё ты меня звал на что мама естественно ходит логическое объяснение этому говорит что я положил телефон в карман и там случайно телефон был включен и сам себе там вот это написал я говорю мам ради эксперимента положить телефон в карман ходи с ним мне интересно сколько лет ты проходишь чтобы твой карман начал примерно такое сообщение друзья логикой можно объяснить все он сам рассказывал ясно рассказывал про это да что он мог телепортироваться а монаст получил силы что он говорит вот такую трубу мог вот так смять просто то есть такую силу физическая сила физическая сила а нашему сыну такой удар как бы далее что он мог предвидеть ну как ясновидение что ли вот он мог смотреть на человека и говорить что с ним было как бы и что происходит что есть так заболел некто по имени лазарь живший в вифании это было селение где жили мария и марфа сестра и и мария была та которая помазала господа миром и отерла ноги его своими волосами ничего не радовала сын болеет и вот в таком состоянии вот сидела и тут дверь открывается и заходит моя знакомая давняя знакомая для зад начала рассказывать о спасении иисусе христе первый раз вот мы с ним пошли сходили в актаусскую церковь там один парень наркоман и он рассказывает я хотел покончить жизнь самоубийством сделал порезал вены себе игорь когда уже уходил говорит пришел иисус он увидел иисуса иисус ему говорит тебе еще рано игорь когда он очнулся у него даже следов не осталось оказывается и когда он это рассказал что-то что-то сказка какая-то и потом когда уже домой ну потом она улетела и я уже когда дома был мне это все покоя не давала я думаю ради сына же на все идешь как бы думаю я тогда уже обратился сам один дома это не какое-то воздействие зне это дома помолился иисус если действительно если действительно то о чем говорят это правда то я приму только помоги лег спать и прямо в эту же ночь я я лечу на небо я лечу и причем лечу так и такой ветерок дует и прямо было как вниз так как будто как на лифте как это был сон или это но я сейчас понимаю что это видение как бы да вот почему потому что есть вообще как сейчас уже открылась есть три вида да есть сон и сновидение есть видение вот то что человек испытывает как бы и вот это было сновидение то есть во время промежуточных как бы человек когда спит но в этот момент он видит видение вот сновидение и это было такое вот потому что я буду это попросил и тут я лечу к богу я понимаю что лечу к богу у меня такая радость потому что мы столько бога искали потому что мы знали что как бог может помочь это духовной проблеме исцелиться в этот момент я слышу голос прям реальный живой голос который мне говорит вот правое ухо целительство шайтану такой голос мне сказал я понимаю что бог сказал что любое целительство это не от бога шайтана на самом деле даже не знал что оказывается бог может разговаривать и можно слышать бога у нас сын сидел с закрытыми глазами а потом он уже не мог лежать от боли и мы обкладывали его подушками вот он сидел в ушка и вот так спал сидя и когда спал и вдруг он начинает говорить столько крови столько крови говорит так противно так противно а мы думаем ну ему что-то плохо под болезнью мы говорим что тебе что-то приснилось он говорит столько крови распятие иисуса говорит он ягод среди распитающих я среди как спина выпускаем только крови мы говорим да тебе ключ мы же тогда только уверовали ли тогда даже толком то есть библию то не читали но говорим да клиian то приснилось там это очень показалось там он опять засыпает и опять нет столько крови горит только крови говорит распять иисуса говорит и говорит ягод среди распинаешьoses прямо так вот он когда болел садился и говорил, мам, в чем смысл моего рождения? Для чего я пришел в этот мир? Ведь для чего ты же? Я родился, говорит. А потом, когда мы все уверовали, когда уже мы молились уже, он уже последние дни, когда сел за стол и говорит, я понял, для чего я родился, для чего я пришел в этот мир, чтобы всех вас привести к Богу, говорит. Ко спасению. Так, ко спасению. Человек, когда умирает, тогда он... Все, что он говорит, это истина, это правда. Он не говорит лжи. Поэтому все, что у него на сердце, он говорит истину. И тогда вот такое пришло понимание, что мы же его видели физическими глазами, но на самом деле его уже не было, потому что духовный мир был открыт, и он видел Иисуса, потому что уже... Он обращался уже к Иисусу. Уже душа уходила, дух его уходил. И он видел Иисуса, и он обращался к Иисусу. Говорил, Господи Иисусе. А когда вот читали уже Библию, уже в дальнейшем там в Библии мы узнали, что есть... Есть такое место, где написано Иисусе. Иисусе написано. Обращение Иисусе надо же. Бог очень чудно, Он успокаивает. И вот был такой момент, дочка несколько дней не могла успокоиться. После 40 дней она очень сильно переживала, заходила в его комнату, нюхала его вещи, плакала. И была обида. Обида на Бога. И она как бы говорила, Бог, почему ты не исцелил? Потому что мы слышали, что в церкви Хауми происходит исцеление. А тут он не исцелил, почему у нее были обиды такие были. И вот она как-то... Потом они как-то ехали с мужем. В Корсите ездили за запчастями. И когда обратно ехали в автобусе, они сидели на заднем сидении. И она через окно смотрела на небо. И тут вдруг увидела Ильяса на небе. Его голову. И она, говорит, прямо вот так вот, как маленькая точка спера. Она начала приближаться, 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 прямо вот так с неба. И прямо когда прибьюсь, она, говорит, увидела его такое счастливое лицо, радостное. И всю его прямо улыбку, как вот она раньше. И, говорит, он даже был не лысый. Да? Не лысый, с волосами был. Уже весь такой радостный. И прямо она почувствовала, как ему хорошо. То есть вот эта волна, как ему хорошо сейчас там рядом с Богом, она прямо ее окутывала. И она прям почувствовала, как это ему хорошо. И она как, давай плакать там. Плакала в автобусе. Весь автобус смотрит на нее, не может понять. Она на всех смотрит и говорит, видят ли они все это действие. Никто не видит, кроме нее. А она еще раз. И так три раза Бог ей показал, прям как ему хорошо, оказывается, сейчас на небесах. И таким образом она пришла, рассказала здесь все бабушки и нам рассказала. И после этого у нее вот слезы высохли. То есть Бог успокоил ее сердце. Она, оказывается, в положении. Показал. И оказывается, так получилось, что вот она переживалась очень сильно и могла нанести вред, оказывается, ребенку, который у нее был. и вот Бог ей показал это действие и успокоил ее. С тех пор она вот как думает, она вспоминает, как ему хорошо, и ей не хочется плакать. Одиннадцатая глава книги Откровения, да, она говорит о том, что пророки будут убиты, да, что это означает, я объяснил еще раз, да, я объяснил в уроке Содом и Египет, каким образом Коран и Библия будут убиты, и что вообще эта метафора означает, да, и там говорится, что трупы останутся на улице, да, вот этого Содома и Египта, а трупы двух пророков останутся в течение трех с половиной дней. Пока этой метафоры Отец Небесный мне не объяснил, кроме одного момента, что я точно могу сказать, что вот эта саранча, которая придет в один момент, да, ко всем, ко всему земному шару, она будет очень быстрой. И вот эту метафору из одиннадцатой главы книги Откровения, да, о трех с половиной днях, да, я могу пояснить только так, что вы и глазом моргнуть не успеете, как вы поймете, что вы в аду, да, поэтому просыпайтесь уже сейчас и бегите в горы, да, чем раньше вы побежите, тем меньше проблем у вас будет. Об этом я говорю в уроке Иуда, да, который вышел год назад. Да, вот это и есть вторая причина, по которой я перезаливаю уроки. и чем важен сегодняшний урок, да, опять же, я это делаю не с целью для того, чтобы вас запугать, да, сказать вам, в каком мире мы живем, а с целью подготовить вас. Понимаете? Когда вы знаете о том, что происходит в нашем мире, да, вы, ваш дух укрепляется. То есть, к моменту, к 2026 году вы должны быть духовно готовы к тому, что вы увидите, все увидите, весь земной шар увидит, все, никто не спасется. Ни золото, ни серебро ничего не поможет, поможет только Библия и Бог, да, а опять же, просто задумайтесь над тем, да, это я вам говорил в уроке Иуда, задумайтесь над тем, вокруг кого, кто живет вокруг вас, да, то есть, это Матроны веры, веры в мертвецов, это гадатели-шаманы, либо неверующие вообще, либо атеисты, либо верю в душе, то есть, что означает не верю, да, потому что они говорят, что мы знаем Бога, но как они знают, мы уже знаем, как мы уже выяснили. Задумайтесь над этим, да, и сегодняшний урок, он важен тем, что, досмотрев его, до конца, вы поймете, что, во-первых, в горы нужно было выбежать вчера, да, вместо того, чтобы кидать в меня камни, во-вторых, вы поймете то, что все, о чем я говорю в уроках, обличить ведьму, Иуда, время великой скорби, пагубная ересь, дом милосердия, прича слепом, начертание зверя, крестное знамение, вы поймете то, что все, о чем я говорю в этих уроках, это не такая уж и бредятина, да, поэтому сегодняшнее утро у меня началось с того, что Отец Небесный дает мне пару видео, да, которые я вставлю как раз таки сейчас позже, где о бывшей магии, да, то есть оккультисты рассказывают о том, в каком мире мы живем, да, то есть еще раз поясняю, что в уроке смерти нет, мы с вами выяснили, что смерти нет, и об этом Библия говорит, Библия, Библия, Бог говорит о том, да, это я сейчас обращаюсь ко всем тем, кто уверен в том, что Библия говорит о смерти только как о сне, нет, она не говорит только как о сне, да, именно поэтому я был послан вам сюда, открыть истину о Боге и возвестить вам будущее, да, и вот я вам открываю глаза стихами из Библии, да, в уроке смерти нет, которые говорят о том, что есть загробный мир, он есть, и души распределяются сразу после физической смерти, да, к Отцу Небесному или в аду они остаются, посмотрите урок смерти нет, да, где еще раз, да, если стихами из Библии, объясняю вам то, что не спит человек просто так, и по какой причине, да, Библия пишет о том, что он спит, я тоже объясняю, в уроке смерти нет, да, и перед тем, как мы начнем, я хочу зачитать вам лишь один стих, это 3 глава, 10 стих, книги Откровения, и он гласит о следующем, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, говорит Господь Бог Иисус Христос, теперь внимание, которое придет на всю вселенную, на всю вселенную, на весь земной шар, да, придет година искушения, чтобы испытать живущих, живущих, испытать, не мертвых испытать, да, тут говорится, а испытать живущих, да, а теперь мы открываем книгу Даниила, главу 9, стих 27, который нам сообщает о следующем, что утвердит завет, для многих, одна седмина, да, это опять же, с чего я начал урок, да, это то, что происходит сейчас, то есть утверждает завет, да, с 23 года, с 2023 года, седмина началась, и эта седмина началась с крика ангела, да, вот этого, ангела-орла, из 8 главы книги Откровения, 13 стиха, да, который кричит вам, да, о том, что горе, 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 от последних трех труп, живущим на земле, но 9 глава 27 стих, книги Даниила, друзья мои, заканчивается тем, что в половине седмины прекратится жертва, время на покаяние выйдет, считаем, 23 год, 24 год, 25 год, в половине 26 года закончится время для жертв, да, жертва это наше покаяние, вот это вот, установление связи с Господом Богом, да, то, о чем я вам кричу, самого моего появления, это сейчас я, к верю в душе вот этим, вот этой категории людей, да, то есть верю в душе, это не верю, я вас предупреждаю, я вам говорю, что это не верю, поэтому время взять в Библию и начать верить. Итак, в половине седмины в 26 году отнимется жертва, время на покаяние закончится, дверь на корабле Иисуса Христа, да, будет закрыта, для всех, да, и те, кто не на корабле, те, кто не получил билетик в вечную жизнь, да, это то, о чем я говорю в уроке о глазах пищи, еще в пустыне 7, мы с ними прощаемся, да, почему, потому что книга Даниила ровно этим и заканчивается, говоря нам о том, что на крыле святилища, да, появится мерзость и запустение, то есть, третий храм у нас на небе, мы знаем, да, это из урока третий храм, об этом нам говорит книга Откровения, что третий храм на небе, и Антихрист вас сядет там, да, чтобы понять, о чем я говорю, вы должны посмотреть урок третий храм, да, и вот на крыле святилища будет мерзость запустения, да, то есть, начнется жуткая смертность, и заканчивается эта 9 глава, да, 27 стихом, тем, что окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя, объясняю, что начнется ужас и кошмар, какой он будет, я объясняю в уроке Иуда, и пагубная ересь, и спасены будут только дети Божьи, потому что Бог так сказал в 3 главе, 10 стихе книги Откровения, да, что он живущих на земле, верующих, избавит от годины искушения, живущих он избавит, не мертвецов он избавит, да, поэтому я еще раз повторяю, что мы все, как верующие, так неверующие, верующие, да, начали наш марафон, семилетний, вот с 23 года, по 29, в половине седмины, начинаются чаши гнева, да, Божьего, и будет огромная смертность, да, что к нам прилетит, я не знаю, пока узнаю, скажу, да, и вот теперь, чтобы вы начали готовить себя морально, да, укреплять свой дух, вы должны понимать, в каком мире вы живете, вы должны понимать, каким образом идет духовная борьба, да, кто вокруг вас, кстати говоря, да, что очень важно добавить в этот урок, слава тебе, отче, спасибо, что напомнил, на эту тему, вот совсем недавно, я выложил урок, да, открываем Псалтырь, 57 глава, седьмой стих, Боже, сокруши зубы их, в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видит солнца, как выкидыш женщины, то есть здесь речь идет о магах, чернокнижниках, колдунах, о ком сейчас пойдет речь, да, то есть если вы с Богом, он разобьет их челюсти, и сокрушит их зубы, в их устах, то есть в царствие небесное, они не попадают, они выкидыш, это вы должны помнить, смотря фильм, да, и укрепляет свой дух, потому что мы будем видеть этих людей, с которыми сатана будет творить, ой-ой-ой, какие вещи, начиная с 26 года, прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие, и обгоревшие, да развеет вихрь, и Бог нам обещает, он говорит нам то, что возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои, в крови нечестивого, и скажет человек, подлинно есть плод праведнику, и так, есть Бог, судящий на земле, этими стихами, да, я хочу закончить свое вступление, чтобы вы, держа их в голове, понимали, что сильнее Бога нет никого, чтобы вам не пришлось увидеть, да, какие бы тучи не сгустились, с 26 года, Бог с теми, кто успел прийти к нему до 23 года, это вино и елей, и те, кто сейчас запрыгнут на этот, уже уходящий корабль, да, это ячмень и пшеница, да, до 26 года у нас сейчас будет расти, взращиваться ячмень и пшеница, если вы не понимаете, о чем я говорю, посмотрите урок ячмень и пшеница, ну что же, и вот после такого неторопливого, маленького, большого вступления, да, кто ходит в гости по утрам, тому спешить не надо, да, кричат хозяева ура, они ужасно рады, то есть это то, что будет происходить с вами через три с половиной года, когда вы начнете видеть, да, то, что вы начнете видеть, и включая мои злостные для вас сегодня, как они вам кажутся, уроки, да, через три с половиной года это будут самые любимые и греющие душу видео, поэтому, друзья мои, готовьтесь, укрепляйте ваш дух, укрепляйте веру в Господу Бога, приносите ваши жертвы, налаживайте контакт с Отцом Небесным во имя Иисуса Христа, я прошу Отца Небесного, чтобы вы уже начали бежать в горы, у нас нет времени, у нас нет времени, потому что задача всех тех, кто преподает Библию, да, омыть ноги, да, и сказать, что посланник пришел, да, а, как мы выяснили, с уроком Елисей и Вретище, пророческая книга нам так и сказала, что во Вретище я буду ходить три с половиной года, что означает ровно то, что ситуация изменится ровно в 2026 году, но я прошу Отца Небесного, чтобы ситуация изменилась уже сейчас, сейчас, да, чтобы спасти больше людей, я прошу Отца Небесного во имя Иисуса Христа, аминь. Друзья мои, Библия говорит о том, что гадание и общение с мертвыми людьми это грех, и когда вы мне говорите, что иди лечись, я вам скажу, идите, почитайте Библию, да, потому что я с вами опять же толкую Библию, я ее открываю с вами здесь, да, открываю Библию, и начинаю ее с вами читать, объясняю, что это значит, а вы мне говорите, где лечись, вы понимаете, да, после чего вы идете к ведьме, которая сидит с вами вот так, вы ей платите бабло, и ищете счастье в этом колодце Самарянки. То есть, если кому-то непонятен намек, я подчеркну, в этом колодце Самарянки, и в этом колодце Самарянки, и в этом, этом, этом колодцах Самарянки. Ну вот к вопросу последних, да, это новые гадалки нашего времени, то есть, если гадалки для наших бабушек, слово, а, опять же, эзотерика, это для более продвинутой молодежи. То же самое, как мы с вами выяснили, в уроке смерти нет, да, где там, президент адвентистского движения, говорит о том, что ха-ха-ха, какая там душа, и что-то там от тела отделяется. Ну, Господи, зайди в интернет, хочется сказать ей, да, и посмотри, да, чем занимаются, чем занимаются эзотерики. Они в прямом смысле этим и занимаются, что они днем живут, как люди, а ночью они выходят из своего тела, понимаете, а еще днем они могут это, ходить с вами, а еще их астральное тело, вот они с ним и контактят. Субтитры создавал DimaTorzok Эй, это не фокусы и магия, в тебе демоны. Все это есть, все это существует, но нам об этом знать сейчас не надо, нам об этом расскажут, когда мы вернемся домой. Для чего я вам это рассказываю? Не для того, чтобы запугать, а для того, чтобы вы были готовы. То есть, опять же, я объясняю категории этих людей, которые думают, что эффект страуса это выход из ситуации. Нет, друзья мои, вы должны знать, что происходит вокруг вас и в вашем мире, в котором вы живете, в вашем обществе. И опять же, игра в страуса, она не поможет избежать вам битвы с темной силой, она не поможет избежать вам времени великой скорби. Вы должны понимать, что мы на пороге этого, именно за этим я здесь. Через два года во всем мире будет великая война. Я прописан в аду. У меня есть паспорт. Я служитель дьявола. У кого-то еще есть вопросы о том, что я говорю правду, да, чтобы в тот момент, когда это все начнется, вы уже понимали, что делать и для чего я здесь появился, да. И этим я хочу сказать лишь одно, что мы должны, я еще раз подчеркиваю, мы должны знать, в каком мире мы живем, чтобы уже сейчас начать укреплять вашу веру. В тот момент, когда через три с половиной года Дух Святой покинет эту землю. И поверьте мне, к тому моменту ваш дух должен быть настолько крепкий, к тому моменту вы должны быть уже готовы ко всему. я посланник, которому он показал время скорби, как оно выглядит. Поэтому, да, я повторяю, что я не злюсь, вы себе яму роете, ой-ой-ой, какуют. Как вы будете там за это отвечать, я не знаю. Но, что вы делаете неправильные вещи и вы этого не понимаете, это очень страшно. Солнышко пустой. Времени мало, я опять же, я не обижаюсь. Мне вообще, ваши плитки, они мне, они до меня даже не долетают. Мне за вас страшно, да, что вы, не зная того, да, не попытаться услышать, да, меня, в то, что вы ходите к людям, о которых Библия говорит, что они будут сожжены. А меня, кто Библию вам читал, вы говорите, иди лечись. Вот в чем дело. Поэтому, куда мне надо, я пойду. Мурпуть я знаю, а вот у вас большие проблемы. Но, проблем не только у вас, проблема у вашей семьи, благодаря вам, где она уже совершает обряды ритуалов. Свечи сжет, говорит, что она от Бога, а потом улетает, разговаривает с духами их бабушек. Вы понимаете, что происходит? Она разговаривает с духами умерших. С духами умерших. Просто так меня бы тут не было. Настоящим магом пиар не нужен. Наша работа проводится в тени. А то, что доступно широкой общественности, это магия низкого уровня. Реальные работы и вещи никто вам не расскажет. И тем более, вы не найдете их на YouTube. Но что меня побудило к вам прийти? Мне случайно попался ролик на вашем канале, в котором говорилось о том, что верхушка третьего рейха практиковала особые оккультные техники по осознанному перерождению. И что в наше время они снова собрались вместе, чтобы продолжить свои темные дела. Всю осознанную жизнь я практикую магию. За это время я обрел способность видеть мертвых внутри живых людей. На этом моменте я остановлюсь немного поподробнее. Чтобы вы не думали, что у меня шизофрения. Просто мир немного сложнее, чем многие считают. Люди должны понимать одну вещь. Смерти нет. Ее действительно нет. Ведь закон сохранения энергии никто не отменял. Не может информация просто бесследно куда-то исчезнуть. И после смерти человек со всей своей накопленной информацией за жизнь, воспоминаниями, состояниями, представлениями о себе, характером, вот со всем этим эмоциональным багажом просто переходит в другое состояние. Давайте назовем его энергоинформационным. А что вы знаете о своей душе? Вы хотя бы чувствовали ее в себе при жизни? Я не отрицаю наличие души, я же не идет как это. Мы же работаем как раз с силами. Вот как раз душа после смерти отправляется, скажем так, дальше по своим делам. И все хорошее, что было в человеке при жизни, уходит вместе с душой. А человек после смерти остается совсем своим говном. Так что реальность на самом деле намного жестче. И после человек превращается в бездушную, беспринципную тварь. Как мастер свои люди в наше время проживают свою жизнь как животные, практически на инстинктах. Мертвый начинает видеть мир таким, как он есть. Мертвому открыто гораздо больше, чем живым. Объясни проще. Вы не задумывались, почему так много голдунов, экстрасенсов и прочих, которые работают через мертвых. А потому что это всегда дает результат. Потому что мертвый за возможность дорваться до жизни сделает все, что угодно. Если хотите надежный приворот, сделайте его через кладбище и сами увидите, что будет. Почему во всех религиях священники столько обрядов проводят поумевшим? Почему они так зацеплены на мертвых? Даже на деньгах и иконах мы видим мертвых. Люди не осознают весь тот объем информации о мертвых, с которым они сталкиваются каждый день. И вот тут как раз скрыт один важный механизм. Вся магия работает через образ и имя человека. Это как раз адрес доступа к человеку, зная который, можно с ним связаться и повлиять на него. Зачем мертвым оставлять дорогу в себе? Кто больше в ком нуждается? Живой в мертвых или мертвый в живых? Живой обладает самым ценным, энергией жизни. И каждый раз, когда образ мертвеца попадает в поле зрения живого или всплывает в памяти, устанавливается энергоинформационный обмен, в результате которого живой делится своей жизнью с мертвым. Это банальная физика. Не знаю, помните ли вы закон распределения заряда, но он гласит, что если взять два одинаковых объекта, допустим, две сферы, и на одной из них будет заряд, не важно какого знака, а на другой его не будет, если их соединить, то ровно половина заряда перейдет с заряженной сферы на пустую. Так вот, с мертвыми энергетический обмен работает по схожему принципу, только есть одно отличие. Мертвец может забирать разное количество энергии. Он может забрать чуть-чуть, а может половину, а иногда и всю жизнь. сел, прошел впереди меня, а я уже знаю прям я говорю, я знаю, что он. Он значит уже сияет, понятно. И вот вопрос, что такое магия? Ложь или правда? Магия существует и она реальна. Если бы магия была фантазией или обманом, она бы не просуществовала, на протяжении стольких тысяч лет. И на протяжении всего этого времени она прельщала и прельщает по сей день массы людей. Магия древнейшая и самая многочисленная религия, религия сатаны, адептами которой являются даже атеисты. Именно поэтому все пророки во все времена говорили о недопустимости занятий магией, что магия низводит в ад. И тем не менее, некоторые религии, изначально построенные на истинных учениях, привнесенных пророками, на сегодняшний день откровенно занимаются магией, проводят различные магические ритуалы, приношения. Но ведь пророки этого не делали и более того, завещали этого не делать. Все эти действия навязаны дьяволом, так же, как и попрошайничество, якобы у Бога материальных благ, здоровья. А ведь пророки говорили, ничего не стоит просить у Бога, кроме спасения души. Получается, те, кто должны были бороться и противостоять магии, откровенно служат сатане. Я прописан в аду, у меня есть паспорт, я служитель дьявола. У кого-то еще есть вопросы о том, что я говорю правду. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.